Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Всем привет! Меня зовут Панин Антон, и я побеседую с вами сегодня на одну из очередных злободневных тем, куда же катится этот сумасшедший мир. И фокусом для беседы сегодня станет цена на бензин. Я не претендую на экспертное мнение, ни в коем случае. Лишь очередное мнение обывателя, которому интересно знать, а что будет завтра. Итак, взглянем сюда. Вы видите на экране динамику цены на бензин 92-й для Москвы. Для России он абсолютно такой же. Плюс-минус там рубль наверх. 28. В принципе, там 60 копеек разница. Я вас умоляю. Итак, график растет. 95-й цена растет. Дизель. Цена растет. Все время цена растет. Но если раньше цена на бензин или дизель росла на повышении цены на нефть, что, в принципе, очень сложно объяснимо, правда? Если не думать, что это чудо или фокус, или какой-то злой заговор, по идее бы для нас бензин и нефть для внутреннего потребления должна была бы быть чуть подешевле, что ли, относительно той нефти, которую мы продаем, то есть экспортируем. Но, опять же, это моя догадка, моя идея. Она не претендует ни на чьи похвалы. Просто вот так вот. Я думаю, что многие об этом так думали. Почему цена растет и бензин растет? Ну, странно, правда? Мы же сами же эту нефть, мы же ее добываем и продаем. Почему мы ей пользуемся так задорого и с каждым днем и годом все дороже и дороже? Ну, ладно. Это еще пик с ним. Тут непонятно и ладно. Но появляется новый момент. Ведь до этого график цены на бензин, график цены на нефть всегда были симметричны. То есть, компании нефтедобывающие всегда имели сверхприбыль. То есть, нефть идет вверх, нефть падает, опять идет вверх до 2011 года. Бензин 92 ведет себя примерно так же. Я думаю, что не стоит мне сейчас рыться и находить историю бензина до 2008 года. Очевидно, что бензин тоже рос. Вот здесь вот такое же симметричное движение. Че не симметричное, а ровно такое же. Вверх-вниз и вверх до 2011 года. Но вот тут появляется некоторое... Но если не сложность, то интересный момент. Сейчас я вам его покажу покрупнее. Вот с 2009 года по 2011 год у нас график идет так же, как и раньше, да, бензиновый. Вот, посмотрите. Цена с 2009 года по 2011 год растет. И ничего и не страшно. Вот идет этот рост. Они одинаково направлены графике. И все, казалось бы, как вчера. Все так же. Но посмотрим на сегодняшний день. Вот он график цены на нефть. С марта 2011 года. Что мы видим? По, собственно, апрель 2013 года. Нефть движется вниз. Корректируется. Резко падает. Опять корректируется. И опять валится вниз уже плавнее. То есть, общая динамика говорит о том, что цена на нефть падает. Посмотрим на цену бензина в тот же промежуток времени. 2011 год. Вот так. А бензин продолжает расти. Вы понимаете, что теперь цена на бензин зависит от цены на нефть по-другому. То есть, зависимость изменилась. Если раньше нефть вверх, бензин вверх. Да? Вот мы помним вот здесь вот эту часть. Мышку видите? Вот под графиком. Да? То есть, сейчас нефть вниз, а бензин, цена на бензин вверх продолжает идти. И это говорит о том, что мир изменился. Очередной переворот. С кризисом поменялось все. Вы заметили, что цены стали расти быстрее. Я думаю, что ни для кого это не секрет. ЖКХ, продукты, проезд, прочее. При этом жить лучше не стал. Мы все говорим о том, что нефть, нам мы такие все нефтяные, нефтяные. Молодцы. Но добываем с такой скоростью, с таком количестве, что нам не хватит ее надолго. Кто бы что ни говорил. Но опять же, это моя догадка. Вы сами можете иметь по этому свое мнение и должны. Это абсолютно хорошо и правильно. Но только задумайтесь, что если раньше нефть и бензин шли в одном направлении и двигались синхронно, то теперь появилось асинхронное движение. И это говорит о том, что зависимость между этими ценами изменилась. Что-то стало по-другому. И что я предполагаю на этот счет? Что добыча нефти, она будет падать, цена будет падать, наша цена на бензин и продукты и прочее будет повышаться. Почему? Потому что если раньше экспорт нашей нефти компенсировал, да, внутренние затраты какие-то, на что я надеюсь, они просто оседали где-то в карманы, и денег с продажи хватало на реформы, на субсидирование, еще какие-то вещи, то теперь денег с продажи нефти будет не хватать. И она уже никому не интересна, потому что в США открыли сланцевые месторождения и так далее. Отношения политические с Европой у нас все сложнее. И у нас покупать хотят ее все меньше. При этом мы от нее зависим. А нефть как бы добывается, деньги с нефти нужно иметь. На кого упадет эта нагрузка? На нас с вами. На нас с вами, потому что мы внутренний рынок, мы основной рынок сбыта останемся для нашей собственной нефти. Понимаете? Что с этим делать? Да, ну, масса вариантов, там, кто-то может что-то предложить. Но искать в любом случае нужно. Или не искать. Это все ваши выборы. Это будет ваш выбор. Но на бензине я знаю точно. Как и на огурцах с помидорами можно сэкономить. Огурочки с помидоркой можно вырастить. Картошку у себя на огороде тоже можно вырастить. Но бензин не накачаешь. Но при этом инструменты для экономии его есть. Огурчики, помидорки, картошки можно продать. Огурчики, помидорки, картошку. Простите. А нефть мы продавать бензин с вами не можем, потому что у нас нет доступа к крану. Но мы можем все равно на этом разбогатеть. Каждый из вас, каждый из нас это может. Главное искать. Главное допускать в своей жизни новые возможности. Под этим видеороликом есть ссылка. Проходите на нее. Смотрите тест-драйв. Полчаса вашего времени и как минимум одна очень классная идея для того, чтобы вы смогли смотреть с большей уверенностью в завтрашний день. На этом я прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...